Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Финалист Кубков Мира И Сергей Аверин Многократный призер и победитель соревнований по паркуру Яна Лео, федерального уровня Все дело в том, что Трюк, который сейчас был здесь показан Это не совсем паркур Паркур это преодоление препятствия Мы каким-то образом сегодня будем изображать препятствия И показывать каким-то образом паркур Почему пришли-то, собственно говоря, экстремалы к нам в студию? Все дело в том, что большое Чуть не ударил тебя, да? Потому что экстрим в крови Большое экстремальное шоу Соберет вместе крутейших экстремалов России и зарубежья BMX, роллерблейдинг Скейтбординг, самокаты Паркур, трикинг, батутный спорт Это далеко не все зрелищные выступления Которые ждут вас 4 марта В 19.00 В Спортексе Приходите обязательно посмотреть Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Ну а для начала, что сподвигло сделать такое мероприятие вообще в принципе? Ну казалось бы, да, но пусть катаются себе ребят Чего их объединять, что они хотят показывать? Ну мы же прекрасно понимаем, что в преддверии универсиады И мы как раз входим в рамки культурной программы универсиады И мы экстремальной мутырсовкой решили сделать именно вот такое грандиозное, большое экстремальное шоу В нашем городе Красноярске Потому что единственный комплекс такой в России, как в Центре экстремальной фотоспортных Спортекс Находится у нас в Красноярске У нас 4000 квадратных метров это скейт-парк 1000 квадратных метров это гимнастический центр То есть там и паркур представлен, и трикинг, и батутная как раз подготовка То есть все направления, которые мы сами представляем Мы бы хотели показать не только красноярским зрителям, но и всему миру, скажем так Ну, если более подробно вообще, в принципе, говорить Допустим, люди сейчас вообще не понимают Скажут, так что, велик какой-то, поэтник, стрикинг Что вы говорите, что за страшные слова Если простыми словами, что это будет? Это будет шоу Это будет показательное выступление, которые ребята готовились Ну, это не будет соревновательный момент Это будут феерические, пиротехнические решения, светодиодные там решения И ребята будут показывать максимально страшные трюки Когда человек на сфере там своих сил показывает Мне кажется, ребята сейчас так переглянулись А мы точно будем максимально страшные трюки показывать? Я на это не подписался, верните мой паспорт Это для них, может быть, уже не экстремально ужасные такие трюки Для нас с вами это будет на самом деле Не просто задний ассальт на велосипеде Кто-нибудь из вас смотрит задний ассальт на велосипеде? Я думаю, что из заднего ассальта в принципе-то на плоскости не сможем А тут и на велосипеде Представляешь, можешь себе такое представить? К слову об экстриме И вот всех, почему я не просто так спросил Про более простое объяснение Мы своим телезрителям задали вопрос Каким бы вы хотели увлекаться экстремальным видом спорта У нас есть небольшой уже, как говорится, итог Паркуром хотела бы заниматься 15% наших телезрителей Дайвингом 18% Бейсджампингом 3% Нашлись такие люди, которые хотели бы прыгнуть с парашютом Альпинизмом 18% Сноубордингом 21% Мотоспортом 12% И вот здесь мне очень понравился вариант От Анны В нашем детстве экстримом считалось прыгать с гаражей Лазить по речке В общем, Анна, это паркур А также наша коллега Наталья Винокурова Написала, что хотела бы заниматься серфингом Вот так, ребят В общем, люди любят экстрим Люди каким-то образом хотят этим заниматься Я думаю, что мы сейчас каким-то образом попробуем К этой истории приобщиться Что узнали немного непосредственно о самом событии Давайте теперь о видах спорта Начнем, пожалуй, с велосипеда С велосипеда, пожалуйста Да, с велосипеда Ну смотри, смотри, он стоит красивый, одинокий Его никто не трогает Садись Да, почему нет? Возьму-то сяду Что делать ему нужно? Держи Давай, я подержу Смотри, когда ты садишься на БМХ Тебе нужно быть максимально на свэге Да? Нет? Прости, но твой пиджачок, боюсь, не выдержит Если ты не растянешь пуговку Ну, давай Нам нужен микрофон для того, чтобы нашим героям задавать вопросы Чтобы их тоже было каким-то образом слышно А запульните в нас палочкой говорящей, пожалуйста Вот, идет Света не выдержала Прибежала к нам даже с микрофоном Наш замечательный помощник Светлана Баварская микрофона носится Назовем ее Назовем ее так Спасибо Вот вам, пожалуйста, микрофон Рассказывайте, как нужно вести себя на БМХ Если я держу его в первый раз в руках Так же, как на обычном велосипеде Просто этот велик сделан для трюков Он более усиленной конструкции И он маленький, чтобы удобно было делать трюки Поэтому, если вы попробуете проехаться и поднять переднее колесо Для вас это будет уже первое достижение Да Смотри, я сейчас на полном серьезе В детстве была мечта Каждый из нас в детстве Человек, у которого был велосипед Мечтал поставить велосипед в дыбы на заднее колесо На козла Да, это называется на козла Друзья, если у меня в очередной раз в прямом эфире треснут штаны Это будет означать лишь то, что мне пора похудеть Три, два, один Ставим велосипед в козла Утренец Слушай, ну на самом деле Вот я видел, как вы Крутите пятаки Это же нужно каким-то образом еще и равновесие уметь держать На одном месте Я сейчас еще попробую равновесие удержать А потом уже перейдем к паркуру непосредственно Как это делается? Ставь ноги на педали, толкайся И вторую ногу на педаль Полторы секунды, понял рекорд Вот так вот я уже практически на самый настоящий заправский экстремалт Окей, с велосипедом разбираемся Теперь переходим к паркуру непосредственно А я тоже микрофончик передадим Расскажите, в чем непосредственно суть паркура? Я так понимаю, что это преодоление какого-то препятствия Вообще изначально всегда паркур был спортом для бедных То есть не нужно было покупать велосипед, который сейчас стоит больше 100 тысяч Понятно Не нужно было ничего покупать Ты покупаешь кеды Москва за 150 рублей и идешь прыгать Но есть вот стереотипное мнение, что люди прыгают по гаражам, по зданиям Разматываются, ломаются, умирают и занимаются паркуром Мне кажется, немножко другая последовательность Сначала занимаются паркуром, а потом уже раз Суть в том, что люди делают сначала базовые элементы Учатся преодолевать препятствия Потом связывают это, допустим, с акробатическими элементами И все Ну, смотрите, давайте так Я был на велосипеде, а теперь мой коллега Андрей будет изображать из себя препятствия Да, я прыгать не буду, я не претендую, но я сейчас в виде такого фига Козла, да, вот, как на физкультуре, да, прыгали через козла, вот еще через меня Давай, я, вот Знаешь, смотри, если ты так будешь стоять, то ты переломаешься и в качестве препятствия Давай, у меня развязался журочек Это нужно делать вот так А давай стоим вдвоем, да Вдвоем? А можно сделать вот так Да, оп, ага, вот так Главное, не наступайте, у меня новый пиджак Пусть думают, что у меня новый пиджак В общем, миниатюра прыжок через козлов, поехали Я этого не видел, но это было приятно Это был бесплатный массаж просто Это было классно, здорово Ребят, вам наши аплодисменты, потому что это был прям крутяк Ребят, это всего лишь малая толица от того, что вы увидите 4 марта в 19.00 В центре экстремального вида, экстремальных видов спорта Спортекс У нас в гостях Дмитрий Григорьев, Олег Ефимов и Сергей Аверин Что это, что это? Как бы сказал один супергерой Дэдпул Сейчас будет супергеройское приземление Вот оно было Вот оно было А ты что такой мрачный? Ты сейчас им не из DC? Да Друзья, спасибо вам огромное за то, что посетили сегодня нашу студию Наполнили нас не особо активных людей спортом и желанием Хотя бы желанием им заниматься Спасибо вам огромное